Если хочется сделать свой пляжный отдых более разнообразным, соединиться с первозданной природой, посетить реликтовый лес с преобладанием буков и каштанов, увидеть ущелья, скалы и настоящий карстовый водопад, нужно поехать на Ореховские водопады в Сочи, которые расположены в Сочинском национальном парке на окраине села Пластунка. Доехать сюда можно самостоятельно на собственном автомобиле. Название достопримечательностей связывают с недалеко расположенным поселком Ореховка и Ореховой рощей, где произрастает грецкий орех. До революции водопад назывался «мельничным», так как на нем работала мельница. Вода под углом 65 градусов падает с шумом в каменную чашу, возле которой есть галечный пляж. Это второй по высоте водопад в пределах Большого Сочи. Можно бесконечно лубоваться, как водный поток разделяется на два каскада на высоте 27 метров. Из-за того, что поток делится перед падением с высоты на каскады, появились названия «Ореховский водопад Сочи» и «Ореховские водопады». На самом деле это один водопад. Круглый год поток воды с гор готов радовать туристов, так как не пересыхает и не замерзает. Обратите внимание. Дорога к достопримечательности в хорошем состоянии зимой и летом. Водопад состоит из двух ступеней, но в основном туристы посещают нижний уровень из-за его красоты и величия. Этот маршрут несложный и подходит для поездок с детьми. Ореховские водопады в Сочи находятся в месте впадения речки Безуменки в реку Сочи. Это одни из самых доступных водопадов. Если взглянуть на карту, можно увидеть, что водопад совсем недалеко расположен от Адлера и центра Сочи, расстояние около 15 километров. Да и жить до водопада нетрудно. Можно добираться как на личном транспорте, так и на 102 автобусе, отходящем от марвокзала Сочи. Расписание автобуса лучше посмотреть на остановки заранее. Надо проехать до конечной остановки, Ореховка. Дальше прогуливаются 40 минут пешком, следуя указателям. По дороге проходят по склону горы Кума, прогуливаются через лес, подходят к речке Безуменка, слушают пение птиц. Эта прогулка пролетит незаметно. Появление деревянных беседок под раскидистыми деревьями и кафе означает, что цель близка. Для справки, беседки можно арендовать для пикника от 500 рублей и звездочка в день. Дорога на машины, такси, по времени еще быстрее. Едут в сторону гор по улицам Конституции, Пластуновской, Краснодонской, Джапаридзе. Далее до Ореховки. Если продвигаться дальше конечной остановки по грунтовой дороге, можно доехать до кафе. К достопримечательности через лесные дебри ведет металлическая крутая лестница, которая облегчает подход к месту. Лестница была смонтирована в 1996 году, когда занялись обустройством территории вокруг. Со смотровой площадки открывается удивительный вид на окрестности. Возле горного потока воды много скальных ниш, которые послужат отличным фоном для ваших фотографий. Режим работы – С7 часов до 0 часов. Очень красиво здесь летом, когда лес дарит тень, а река прохладу. Но лучшее время для посещения весна. В это время все цветет и благоухает, вокруг рододендроны, каштаны и луга на склонах. На заметку. В чаше водопада и реке Сочи, в которую дальше течет поток, в жару приятно искупаться. Вода холодновато, но очень освежает. Это место с положительной энергетикой, после его посещения наступает умиротворение в душе. Куанг-Си, Лаос, каскадный водопад невероятной красоты, кроме экскурсии на Ореховские водопады, предлагаются и другие более длительные экскурсии. Например, посещение эко-парка Ожек и Ореховских водопадов за один день, либо экскурсия по долине реки Сочи. Маршрут на Ореховские водопады можно продлить. Для этого поднимаются по лестнице обратно и продолжают прогулку, проходит через поселок вдоль реки. В конце поселка выходят на прогулочную тропу, ведущую вдоль русла реки Сочи до эко-парка Ожек. Для справки, Ореховский водопад посещают бесплатно. Вход в эко-парк обойдется в 200 рублей и звездочка. По дороге от Ореховки до эко-парка расположены водопады на ручье Сванидзе. Это семь небольших горных вершин со спуском воды на ручье, который впадает в реку Агву. Место не оборудовано для туристов, но достойно внимания. Названы эти достопримечательности в честь человека, проживавшего возле ручья отшельником. Тропа на Сванидзе начинается в конце поселка Ореховка за надписью «Зона заповедного режима». Проезд и проход воспрещен. Водопад на реке Ожек не такой доступный, как Ореховский. Путь до Ожекского водного потока сложнее. Это уже длительный поход, более 8 часов, и требует минимальной подготовки. По пути можно попить воды из минеральных источников. Здесь уже не получится увидеть многочисленных туристов и следов их пребывания, зато можно пережить настоящее приключение. Ожекский водопад высотой около 10 метров скрывается в тени ущелья, и это придает ему некую таинственность. Здесь туристы получают полное единение с природой. Возле достопримечательности произрастает множество краснокнижных растений, тис, пицунская сосна, самшит. Красота окружающих мест завораживает. Важно, чтобы прогулка стала приятной и менее утомительной, надевают удобную спортивную обувь. Желательно взять с собой еду для перекуса. Летом от водопада остается совсем немного, но не стоит расстраиваться, река не высыхает, поэтому там всегда свежо. Но все-таки стоит посетить это замечательное место и насладиться красотой окружающей природы. Ставь лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!